Здравствуйте! С вами Дела Домашние и я, Ксения Солтрукович. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю здоровья, удачи, успехов и всегда оставаться на позитиве. А начнем мы эту программу с деликатной темы. Расскажем о модных трендах в индустрии нижнего белья. До Нового Года остались считанные дни. Самое время начать одаривать себя любимую подарками. В преддверии Нового Года так хочется себе сделать приятное. Мне бы хотелось подобрать себе белье. Может быть, что-то подскажете? Молодая и харизматичная. Наша героиня уверена, на нижнем белье, как и на дорогом парфюме, экономить не стоит. И пусть его редко кто видит, куда важнее эмоции, которые она вызывает. Хочу обратить внимание на эту модель. У этой модели экстра-пуш, так называемый тройной пуш-ап. Он приподнимет грудь, сделает красивую линию декольте. Следующая модель на случай, если нужно открыть линию плеч. Экстра-пуш, посмотрите, у него полностью на всей чашке пуш-ап расположен. Брители отстегиваются, и силиконовая лента позволит вам этот бюстгальтер носить без брители, как раз под вечернее платье. Акцент хотела бы сделать вот на этом белье. Во-первых, это последние тенденции моды. Белье можно носить как самостоятельный предмет одежды, так и как белье. Мягкая чашка, гипоаллергенная, потому что это хлопковая мембрана. У этой модели техника бикалорного кружева, поэтому на теле будет смотреться безумно роскошно и шикарно. Вот эта роскошная комиссоль обязательно надо попробовать. Я верно понимаю, что ее можно носить также с чулками, да? Да, это как отдельная часть гардероба. В то же время нижнее белье роскошное можно носить с чулками. Чулки, конечно, лучше здесь выбирать без силиконовой ленты. Выбор сделан. Но, как и любую деталь гардероба, нижнее белье нужно мерить. Ощущение комфорта первостепенно. Новинка сезона – кружевное бюстье. Безопасно, не сдавливает сосуды, хорошо держит форму. Наталья в восторге. Любимый чернильный прекрасно контрастирует с оттенком кожи. Витиеватые узоры напоминают старинное вологодское полотно. Следующий комплект не менее изысканный. Несмотря на схожесть конструкций, есть и принципиальные отличия. У синего чуть-чуть короче. Здесь он более глубокий, более заниженный. У синего совершенно другое кружево. Там кружево как клюшки, на самом деле как ручная работа. Здесь кружево очень отличается от того, потому что здесь бикалорное кружево. Оно как 3D рисунок. При выборе стоит ориентироваться на собственный вкус. А Наталье мы предлагаем примерить не менее экстравагантный комплект. Бюст, расшитый пайетками, эффектно переливается и дарит настроение праздника. Очень интересный, во-первых, цвет индига. Это такой яркий, насыщенный, глубокий цвет. И по последним тенденциям, по последним трендам красивая спинка. Декорирована не просто бретели, а именно декорированная маечка. Застегивается этот бюст как раз впереди. Очень удобно. Здесь пуш-ап градуированный. Очень мягкий, очень удобный будет для вашей груди. И он нижний, как раз поднимет грудь снизу. Сделает линию декольте очень красивой. Боди. Еще один предмет интимного гардероба. Удобные чаши вырисовывают соблазнительную линию декольте. Обращаем внимание на жемчужину в центре и тонкое кружево в декоре, выполненное в технике шантелье. Эти незначительные детали привносят в образ сексуальности и обворожительного шарма. Наталья, ну что, посмотрите, как подчеркивают ваши талии. Очень красивая, мягкая микрофибра, очень приятная на ощупь. Добавим в образ винтажной романтики. Цвет отопленого молока комиссоль дополнена филигранным кружевом. В эпоху правления бельевого стиля послужит не только в качестве нижнего белья, но и элементом верхней одежды. Красное белье – классика жанра. И самое популярное в период праздников – все-таки грядет год огненного петуха. Я бы вам для красного белья, роскошного, порекомендовала вот такое кимоно из кружева. Каждая модель села на меня, ну просто замечательно. Но остановилась я на первой модели, то есть поскольку у меня такого белья еще нет. Мы бы хотели подарить этот комплект белья вам, поздравить вас с Новым годом, пожелать вам. Будьте всегда красивы, радуйте в нашем белье себя, своих любимых. В канун Нового года советуем уйти от стандартов и позволить себе некоторые шалости и эксперименты. Будь самой желанной в Новый год с новой коллекцией Бюро Ля Фам. Приятные подарки за покупку. Или воплати ее заветную мечту, подари ей подарочный сертификат на изысканное нижнее белье. Бюро Ля Фам. И пусть праздники пройдут романтично. Последнюю неделю уходящего года вплотную займемся подготовкой к празднику. Чем декорировать дом и что поставить на стол? Смотрите в сюжете. Елена Филиппова, дизайнер интерьеров. Профессии 16 лет. За плечами реализованы проекты в Челябинске, Москве, Сочи и Эмиратах. Мне нравится более свободный интерьер, мне нравится американский стиль, мне нравится скандинавский стиль. Сегодня Елена будет нашим гидом и расскажет о правилах и тенденциях оформления интерьеров к Новому году. Нынешние елки должны быть украшены в золотых, красных. Допускается зелень, лиловые оттенки допускаются, немного синего. Еще один новогодний тренд – цепи из бумаги. В этом году они популярны как никогда. Наверняка каждый из вас клеил такие в детском саду или на уроках труда. Во многих журналах они просто очень громоздкие. То есть это, знаете, сантиметров там 10-12 звено, выполненное с плотной бумаги. Соответственно, держит форму и цвет добавляется. Вот и все. Если в прошлом году на столе все искрилось и сияло, то в этом никакого пафоса. В приоритете деревенский стиль. Простые формы и даже немного грубоватые. Толстое стекло вместо хрусталя, блеск металла и серебра. В данном декорировании стола не использован тканевый текстиль. Хотя он должен быть. Но он должен быть в качестве натуральных рунеров, которые имитируют хлопок, лен или же являются таковыми. Это должны быть салфетки. Если продеть вот сюда салфетку, то это будет как кольцо для салфетки. Поставьте на стол красивую посуду. Разные цвета в нашем случае использовались намеренно. Здесь и супные тарелки, и салатные. Объединяет тарелка из дерева. Еще одно правило, которое нужно учитывать при оформлении стола. Комплекты для каждого гостя располагаются друг напротив друга. Посередине место для новогодней композиции. Если вы ставите высокую композицию, то это обязательно узкая ножка, и уже в конце букет какой-то или что, вы должны видеть обязательно сидящего напротив вас человека. Добавить тепла и цвета – красные свечи большого диаметра. На столе их должно быть много. Принципы, которые используются в украшении стола, они и используются в украшении интерьеров. То есть всегда у нас должен присутствовать композиционный центр. Если вы делаете одну центральную вещь, вы должны добавить к ней несколько небольших второстепенных вещей. Если вы вводите какой-то цвет в интерьер, то вы обязательно где-то его должны поддержать. Случайных вещей здесь нет. И поэтому вы получаете именно целостную картину. Создавайте новогоднее настроение и украшайте свой дом, придерживаясь простых правил декорирования и дизайна. Это привнесет в интерьер гармонию, красоту и уют. В канун Нового года хочу затронуть еще одну важную тему – сохранение семейных ценностей и традиций. Любовь к музыке прививается в семье. Тому примеры биографии известных музыкантов. Первым учителем Дмитрия Шостаковича стала мама, которая увлекалась игрой на фортепиано. С детства прививали любовь к музыке Джоакина Рассини. Его отец был трубач, мама – оперная певица. Еще один из гений в музыкальном мире – Вольфгант Амадей Моцарт. В четыре года под руководством отца он сел за клавесин, а в пять лет начал сочинять свои первые произведения. Пару веков назад домашнее музицирование было в порядке вещей. Но с развитием технического прогресса стало малораспространенным явлением. В 10-й гимназии эту традицию решили возобновить. Фестиваль «Музыка души» в каждой семье тому подтверждение. Это уникальный конкурс, где собираются семьи, бабушки, дедушки, родители, дети и на одной сцене выступают. Среди них выступают как профессионалы, так и любители музыки. Фестиваль проходит четвертый год. В этот раз на галоконцерте выступило более 40 семейных коллективов. Организаторы надеются, что география фестиваля будет только расширяться, а количество участников с каждым годом расти. Семья Кабатовых на фестивале домашнего музицирования впервые. У них уже слаженный коллектив. У каждого в маленьком оркестре своя роль. Мама играет на фортепиано, сын Иван на саксофоне, Аня на маракасах и самая маленькая Маша на звонких инструментах. За кулисами они с волнением наблюдают за выступлениями участников и ждут своей очереди. Мы хотим показать, что семья должна объединяться музыкой. И наше выступление домашнее, это уже стало семейной традицией. О праздниках, семейных каких-то мероприятиях обязательно мы играем. А папа нас снимает. Соревновательный дух на фестивале все же приветствуется. По традиции компетентное жюри оценивает номера в восьми номинациях. Большая музыкальная семья, родные напевы, оригинальность жанра, исполнительское мастерство. И самая главная номинация – приз зрительских симпатий. В режиме онлайн зрители могут отдать свой голос за понравившееся выступление. Мы представляем Курчатовский район, семья Островерховых. Меня зовут Юлия Викторовна, это моя дочь. Меня зовут Островерхова Вероника Юдина. Выбрали эту песню, потому что это душа русского народа. Хотелось спеть прямо о русском народе, о русской душе. На фестивале звучат произведения разных стилей и жанров. Эстрадная и классическая музыка, народные песни, мелодии из любимых мультфильмов. Три минуты на сцене, охватывающие в миг волнение и долгие часы репетиции. Но это стоит того, когда рядом родные и близкие. Проводя такой фестиваль, в первую очередь, мы ставим своей целью привитие любви к творчеству, к музыке, к искусству. И, конечно, в семейном кругу, чтобы было какое-то единение общее у членов семьи. И чтобы помимо разных проблем, которых у нас так много в жизни, еще что-то объединяло, такое теплое, душевное. У талантливых родителей рождаются талантливые дети. Но еще важнее заниматься с ребенком вместе, проводить время, обогащать духовно. Шансы воспитать маленького гения увеличиваются. Что год грядущий нам готовит? Предлагаю послушать советы астролога и взять себе на заметку. Самая популярная рубрика во всех программах. На всем интересно узнать, что ожидает нас в ближайший день. Но сегодня предлагаю дать такой развернутый ответ, что ждет нас в 2017 году. Вот эти тенденции, эти тренды, они связаны с конкретно восточным китайским календарем по петуху, который наступает, кстати говоря, в конце февраля, а не с 31 на 1, как мы привыкли считать. То есть у нас еще практически два месяца в безопасе. Да, для подготовки. Петух это такое, скажем, животное, которое у многих ассоциируется со словами бойцовский петух. И надо брать на вооружение вот эти его сильные качества. То есть если вы хотите в следующем году, году петуха, чего-то добиться, достичь, у вас есть шанс, если вы возьмете на себя инициативу, будете проявлять себя как полноценный игрок. Если у вас есть какие-то планы по продвижению, если вы хотите свой социальный статус как-то изменить, то вот именно в этом году надо этим заниматься. Плюс для каждого человека будет полезно отмотать свою жизнь на 12 лет назад. Как вариант, возможно, что каждые, допустим, 12 лет, как вариант, как цикл, что-то тоже может повторяться. По всем общим, так скажем, прогнозам, 17-й год это пиковый, то есть самый тяжелый из всех возможных. Это как бы мнение, ну такое, большинство неразумно разбрасываться в это время и не иметь страховки. А что касается дела Мурна? По петуху, да, берите инициативу на себя, вот, как здесь еще сказать. Хотя я бы не стала там женщинам как бы сильно это рекомендовать, потому что есть тоже поведенческие стереотипы определенные. Исходя от чистой символики, огненный там животное, петух, оно предполагает, что всем людям, у которых, значит, в гороскопе, в личной карте больше огня и воздуха, будет просто легче проживать свой год. А, соответственно, водным и земным чуть тяжелее придется, да. То есть если вы знаете, да, какие знаки там относятся к каким стихиям, грубо говоря, можно условно их разделить. В 17-м году можно ли, ну, начинать какие-то новые дела? Конечно. Это вообще год действия. То есть именно действия, а не просто планы, вот, которые мы не осуществляем. То есть мы не делаем никаких шагов для того, чтобы их осуществить. То есть вполне возможно, что человек как раз что-то планировал до этого, не мог собраться. Вот, а как раз в этом году уже можно. А, пожалуйста, открывайте там, ну, что-то, что вы хотели сделать, делайте. То есть именно движение — залог успеха в данном случае. Давайте, наверное, напоследок от вас, ну, вот какое-то пожелание, да? Я желаю, чтобы вы верили в себя и чтобы вы понимали, что вы со-авторы и со-творцы своей жизни, с нашим, там, великим Создателем, какой бы он в вашем представлении ни был. И вы должны надеяться рассчитывать на себя не в том плане, что вам никто не поможет, а в том плане, что все, что вы захотите по-настоящему, оно может исполниться. Неважно, какие прогнозы, тем более те, которые на последних страницах журнала вы читаете, вот, что вся сила скрыта внутри вас. Вот, с Новым годом! Татьяна, спасибо вам большое, и у вас тоже с вступающим Новым годом! Спасибо большое! А прямо сейчас большие, красивые. Главная героиня, натура яркая и артистичная, готовая на различного рода авантюры. Эту сторону и ее характера нам удалось раскрыть на проекте. Генеральный партнер проекта «Большие и красивые» – сеть магазинов «Большая мода». Женственная, деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. «Большая мода». Цвилинга 37 и 40 лет победы 15. Кира Запорожец – заведующая детским садом. В этой должности уже давно. Семь лет назад была самым молодым руководителем дошкольного учреждения в Челябинске. Но с меры ответственности справилась. Выбор профессии был осознанным. По первому образованию я педагог-психолог. И одна из практик наших производственных была как раз в дошкольном учреждении. И в тот момент я, наверное, поняла, что это мое призвание, потому что эти дети и по сей день. Кроме административной работы – каждодневные домашние хлопоты. Кира – счастливая жена и мама. В отношении собственного стиля сдержанно и консервативно. В одежде придерживаются классики. Я за короткое время быстро набрала вес после вторых ротов. И на самом деле гардероб, прическа, мой внешний вид соответствуют той мне, которой я была до излишнего веса, скажем так. И поэтому, конечно, хотелось бы получить новый вид, какой-то новый образ, более стильный, более современный, более соответствующий моему паспортному возрасту. Потому что вес добавил мне возраста. Иногда прям обидно слышать, бывает, просто люди в обществе спрашивают, я иду с маленьким ребенком три года, и спрашивают, вы мама или бабушка? Очень обидно, потому что я на самом деле еще бабушка себя не чувствую. Над своей внешностью Кира не ставила экспериментов, хотя и признается, давно хотела. Я отношусь к тому большинству женщин, которые в нынешней экономической ситуации вынуждены как пахать, да, и трудиться, и зарабатывать деньги, и тянуть на себе детей, и так далее. Поэтому на себя очень редко мы обращаем внимание. И в какой-то момент я остановилась, посмотрев на себя, я решила, что, наверное, все-таки надо. Стоит уже на себя обратить внимание, себя полюбить, и как-то что-то с собой сделать. Приятное себе, да, любимое. И быть красивой мамой, красивой женой, ну и красивым руководителем. Тамара Петрюк, владелица сети магазинов одежды больших размеров, в ожидании очередной героини. Сегодня предстоит интересная примерка. Кира – человек открытый и жаждущий перемен. А значит, все задумки стилиста воспримет с благодарностью. Выбирая сегодня комплект для нашей героини, я, конечно, учитывала и ее образ жизни, и ее статус, и, конечно, ее обаяние и молодость. Мне хотелось, чтобы комплекты были не только, имели деловой характер, но и при этом, чтобы они были и задорные, и красивые. Я предлагаю для Киры замечательную блузу. В центре вертикальная полоса, принт. Это микс всех животных сафари. Это очень тонко, интеллигентно. Дополним комплект брюками-дудочками со спортивными вставками. Золото в декоре, поддержим бижутерией. И завершить такой сложный комплект я предлагаю просто классическим жилетом. Жакет действительно приближает меня к привычной классике. А ультрасовременные брюки делают меня действительно стильной и молодой, как я и хотела. Спасибо, Тамара Васильевна. Здорово. Мне тоже очень нравится. Тамара Петрюка не могла не предложить нашей героине простое элегантное платье прямого силуэта. Во-первых, глубокий синий стройнит. Во-вторых, цельнокроенный фасон очень идет нашей героине. В-третьих, к нему можно предложить различные варианты декора. Мы остановились на палантине и эффектном украшении. Кира, как вам в этом платье? Очень нравится. Благородный синий цвет, мне кажется, мне очень идет. Очень освежают аксессуары. Замечательный палантин, нежный, приятный на ощупь. Необычный, очень необычный. Редко где встретишь такие украшения. Начнем мерить дальше. В основу следующего лука я взяла блузу, которая по колористике очень походит для Киры. Это холодные, свежие оттенки. И для того, чтобы оттенить красоту этого принта, ну и создать, конечно, более сложный образ, я предлагаю жилет холодного такого зимнего облака и брюки в густом изумрудном цвете. Тамаре Петрюк удалось не только соединить в одном комплекте разную цветовую палитру, но и фактуры ткани. Эффект потрясающий. В современной стилистике ярко прослеживается тенденция сочетать несочетаемое и усложнять образ множеством деталей. Кира, мне очень нравятся вот эти холодные оттенки. Они так тебе к лицу. Необычно для меня ношение этажного стиля, но мне нравится. Комплекты для Киры получились деловыми и современными. Пора добавить в образы легкой драматики. Блузы из кружева – нарядный элемент одежды, который ничего к себе не требует. Чтобы образ не казался слишком помпезным, используем украшения с игривым характером. Дополнить эту блузу для Киры я предлагаю юбкой-карандаш классического кроя, великолепно сидящая. Комплект, еще раз повторюсь, на праздничные мероприятия и на различные встречи. Ты необыкновенно приятный, позитивный, мудрый человек. С тобой очень интересно. Надеюсь, те наряды, которые мы тебе подобрали, тебе сослужат добрую службу, что тебе будет в этом все замечательно и здорово. Осталось дело за малым. Сделать тебе шикарную прическу, сделать более выразительный макияж. Ну все, пока-пока. Финальный этап проекта «Кира Запорожец» в салоне красоты. И, как следствие, перемены в образе. Короткая градуированная стрижка на основе пикси и новый цвет волос. Более гармоничными сделали пропорции «Киры». Мы вытянули силуэт. Но при этом у нас есть возможность играть с различными укладками. От деловой, серьезной, заведующей детского сада, до молодой, интересной женщины, которая идет просто с друзьями на тусовку. Несколько правильных движений расческой и укладка готова. Для фотосессии времени понадобится чуть больше. Пригодятся и различные средства фиксации. Муз для прикорневого объема не утяжелит волосы и послужит основой. Пудра на основе минералов прекрасно абсорбирует кожу и предотвратит загрязнение волос. И напоследок лаки всевозможной фиксации. Первый подчеркнет текстуру, второй сделает прическу более фундаментальной. При этом не повлияет на качество волос. Пока Наталья Тюнина готовится к следующему этапу, нашей героине не помешает пройти комплекс уходовых процедур. У вас очень хорошие, красивые ручки, ухоженные. Но чтобы они еще лучше выглядели, за ними нужно ухаживать, особенно в зимнее время. Сейчас мы вам сделаем миндалевую масочку. Вы сразу почувствуете, как ваша кожа увлажнится, как ручки у вас прям начнут дышать. За приятными беседами в кресле мастера по маникюру Светланы Григорьевой время пролетает незаметно. Результат не заставляет себя ждать. Уникальная возможность за короткий период вернуть рукам великолепный вид. Последний этап преображения – нанесение профессионального макияжа. Начнем с тона. Кожа Киры безупречна. Поэтому достаточно пудры, легкого бибикрема и средств для контурирования лица. Хотелось подчеркнуть цвет глаз Киры. У нее он необыкновенно зеленый. И с учетом новогоднего настроения, ярких образов, мы могли себе позволить сегодня сделать яркий макияж. Выбор оттенка не случайен. Для обладательниц зеленый глаз он идеально подходит. Используем технику смоки и максимально выделяем глаза. Яркие губы всегда идут женщине. Просто есть разные оттенки. И не нужно бояться играть с этими цветами. Ах, первое, хотелось сказать. Ах, действительно сказочный образ. Нужную реакцию от увиденного мы получили. Пора отправляться на фотосессию. В одном из залов интерьерной студии нас ожидает фотограф Сергей Тимофеев. Он в предвкушении предстоящей работы. А, ну-ка, ну-ка, ласкивай мне. Шею не зажимаем. И этой рукой. Или здесь, допустим, тоже. Да, 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 да. Только сильно от меня не разворачивайся. Вот приди в охоту. И пальчики, опять же. Я ощутила себя персонажем какой-то предновогодней сказки. Принцессой настоящей. Я получила массу удовольствий, массу впечатлений, массу знаний. Всегда что-то новое мне прям хочется узнавать, познавать. Я прям по-новому взглянула на себя. Большое, огромное вам всем спасибо за то, что вы есть, за то, что есть ваш проект. Всех с наступающим Новым Годом. Новым Годом. Деловая, соблазнительная, креативная. Ты такая разная и всегда очаровательна с большой модой. Большая мода. Цвилинга 37 и 40 лет Победы 15. Благодарим за сотрудничество. Студию красоты Натальи Тюниной и фотостудию Клары Цеткин. Если вы хотите стать героем или героиней проекта «Большие и красивые», заходите на сайт bigmoda74.ru и оставляйте свою заявку. Просьба писать хоть пару строчек о себе, тогда стилисты обязательно возьмутся за вашу переделку. Не выпала уникальная возможность поздравить всех челябинцев с наступающим Новым Годом. Веры всем, надежды, оптимизма и любви. И не переставайте мечтать, ведь все наши мысли материальны, проверены на собственном опыте. У меня на сегодня это все. С вами была Ксения Солтрукович. Увидимся в следующем году. Пока-пока. Благодарим за предоставленную одежду ведущий магазин «Форор». Улица братьев Коширина, 68А. Найди свой модный образ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова